40 выпусков, 800 минут эфирного времени, 1000 героев. Все это Sport Time, проект, который в этом году выходил на 7 канале. Каждую неделю мы говорили вам физкульт-привет и рассказывали о самых интересных и заметных спортивных событиях города, региона и страны. В декабре время подводить итоги, что мы сегодня и сделаем, но не в том формате, в котором обычно выходила наша программа. О том, каким был минувший год для спортивной вологодчины, мы поговорим с тем, кто о спорте в регионе знает немножко больше, чем другие. Наш собеседник, председатель областного комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Олег Димони. Олег Анатольевич, в целом 2012 год для области был непростым. Оптимизация бюджета затронула практически все отрасли. Наверное, не обошла стороной спорт? Ну, было дело, весь год нас трясло. Но, если говорить вообще о спорте, о дальнейшей судьбе на Вологодчине, то это был такой очень серьезный результативный год. Во-первых, впервые за весь советский, постсоветский период мы в этом году провели областной спортивный форум. Вообще впервые. Когда собралась спортивная общественность со всех городов и районов нашей области, со всех спортивных федераций, прежде всего, спортивная общественность Вологодчины очень заботила вот стопроцентное соотношение расходов на физическую культуру и спорт, которые у нас существовали все последние годы. Это тогда, когда от 90 до 95 процентов всех расходов областного бюджета уходило на содержание профессиональных спортивных клубов. Теперь эта ситуация подверглась коренным изменениям. Они произошли именно в этом году. И в этом один из результатов положительных этого года. Теперь это соотношение изменилось. И в очень такую лучшую для спорта Вологодчины сторону. Ну вот, например, уже принято следующее решение, что со следующего года из областного бюджета на весь спорт Вологодчины выделяется 271 миллион рублей. Это, ну, исключая аппарат комитета, да? И так, на спорт 271 миллион рублей. По сравнению с предыдущими годами? Значит, по сравнению с предыдущими годами эта цифра вроде бы и меньше. По самом деле гораздо больше. Почему? Потому что вот на проведение спортивных мероприятий, на работу с областными федерациями спортивными, на повышение квалификации, там, и так далее, и тому подобное, да? Ну, если коротко, можно сказать, на выполнение регионального календарного плана официальных физкультурных спортивных мероприятий, а это около 300 мероприятий, да, в различных видах спорта, выделяется на 39% больше средств. А вот на команды намного меньше средств. Более того, принято следующее решение, что на 1 января 2018 года из областного бюджета на профессиональные спортивные клубы больше никаких средств выделяться не будет вообще. А та сумма, которую есть у нас уже в бюджете, уже в принятом бюджете 2013 года, она ежегодно будет уменьшаться на 20%. То есть, например, вот если у нас в следующем году на поддержку профессиональных спортивных клубов из областного бюджета выделяется 180 миллионов, значит, в 2014 году вынимаете из этой суммы 36 миллионов, в 2015 году еще 36 миллионов и так далее. На 1 января 2018 года ни копейки денег из областного бюджета на клубы больше выделяться не будет. Все эти деньги ежегодно будут оставаться в отрасли. Они не будут никуда исчезать. Они будут выделяться на поддержку спорта высших достижений и массового спорта. То есть, вот такая схема, которая была предложена нашим комитетом и одобрена губернатором, я надеюсь, что если она будет соблюдаться, финансирование, то у физической культуры и спорта Вологодчины вообще не будет больше никаких проблем по финансированию. Мы просто не будем подвержены никаким, ну, скажем так, влиянием извне. Почему? Потому что ежегодно это солидная прибавка будет к бюджету спорта. Все-таки 36 миллионов рублей. Это очень солидно для спорта. И это же исключая проблемы реконструкции, капитального ремонта или строительства спортивных сооружений. Это только сами спортивные мероприятия. Это очень достойная, это нормально работающая схема. И если она в течение вот этих лет будет выдержана, я думаю, что у спорта Вологодчина будет реальное, очень большое будущее. Очень серьезную проблему мы обсуждали на областном спортивном форуме. Это дальнейшую судьбу тех детских и юношких спортивных школ, которые сейчас находятся в системе образования. Это ни много ни мало 20 детских и юношких спортивных школ из 45 существующих. Это в основном детские и юношкие спортивные школы райцентров Вологодской области. Ну и по многим из них мы испытываем проблемы. Никакого спорта там нет. Потому что они играют роль только в учреждении дополнительного образования детей. Нас эта ситуация не может не тревожить. Она обсуждалась на областном спортивном форуме. Значит, правительству Вологодской области от делегатов форума было предложено рассмотреть эту ситуацию, значит, и поработать с главами, чтобы все-таки все детские и юношкие спортивные школы до одной были в системе спорта. Уверяю вас, так и будет. В течение двух лет по мере готовности каждый глава района должен принять решение о переводе системы образования своей детской и юношкой спортивной школы в сферу спорта. Там, где не созданы до сих пор комитеты по физической культуре и спорту, они будут созданы. То есть будет восстановлена вертикаль управления спортом Вологодчины на всех ее звеньях. Это и область, это и города, и районы. Наконец-то детские и юношкие спортивные школы будут переданы в нашу систему. И мы очень серьезно займемся единой для всей страны системой подготовки спортивного резерва. Очень серьезное внимание, чего раньше не было, и денег-то на это не было. Мы, конечно, будем уделять профессиональной подготовке и переподготовке тренерских и преподавательских кадров. В течение, я надеюсь, что очень недлительного времени будут приняты решения как на уровне Российской Федерации, так и на уровне нашей области по серьезному повышению уровня оплаты труда тренерско-преподавательского состава, прежде всего детских и юношких спортивных школ и школ специализированных Олимпийского резерва. Ну и у нас не будет таких проблем, которые были раньше. Еще один очень важный момент. Со следующего года правительство Вологодской области устанавливает стандарт расходов на физическую культуру и спорт в муниципалитетах нашей области. Это касается и городов Вологды, и Череповец, и всех сельских районов области, и сельских поселений. Что это значит? Вот у нас вообще существует в области закон о нормативах расходных потребностей, где определено, что, например, в 2012 году на культуру выделяется столько-то средств, на душу населения, на образование столько-то, ну и так далее. Так вот, у нас бюджет 2012 года и бюджет, соответственно, 2013 года формировался следующим образом. Правительство Вологодской области, работая в межбюджетных отношениях между городами и районами, рассчитывало бюджеты сельских поселений и городов Вологды и Череповца из расчета расходов на физическую культуру и спорт – это 115 рублей 60 копеек на душу населения, ну как бы на весь год, да? Ну, для Вологды, например, это очень серьезная сумма, это 36 с небольшим миллионов рублей. А как же тратятся эти деньги? А эти деньги тратятся, ну по большому-то счету, как в городах, так и в сельских районах, а особенно в сельских поселениях, куда угодно. Кто-то на содержание учреждений пускает, например, фока, бассейна там или стадиона, кто-то, значит, выделяет средства, например, как сельские поселения в конце года, да, на приобретение одного-двух тренажеров и ставят их там неизвестно куда, да, значит, все, эта практика должна прекратиться. Мы, наш комитет разработал, согласовал с департаментом финансов вот этот стандарт расходов, и его одобрил губернатор Вологодской области. И теперь каждый глава, начиная от Вологды и Череповца, и заканчивая сельскими поселениями, будут знать, что все эти средства по нормативу, они должны расходовать только на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, да, на уровне города, района или поселения, значит, и на работу, на физкультурную работу по неслужительству. Вспомним, пожалуй, самую громкую, немножко даже скандальную историю этого года, когда Иван Скобрев решил поменять спортивную прописку, ехал в Хабаровский край, сейчас за него выступают на соревнованиях. Времени прошло уже много, наверное, эмоций уже не осталось. Как вы считаете, область Вологодская от того, что сотрудничество между спортсменами прекратилось, потеряла что-то или нет? Мы совершенно ничего не потеряли. Дело в том, что это единственный такой спортсмен в стране, на мой взгляд, у которого завышенная самооценка. Иван Александрович решил получать заработную плату на том уровне, на котором получают ее из всех видов источников его коллеги, некоторые коллеги из-за рубежа, очень знаменитые, да, в крикобежном спорте. Но они-то не финансируются государством вообще, они зарабатывают деньги самостоятельно. А Иван Александрович решил получать такие же деньги вдруг от государства. Но у Вологодской области таких денег просто не было. И поэтому те многомесячные переговоры, которые шли у нас всю первую половину года, привели к тому, что Иван Александрович Скобрев умерил свои аппетиты и заключил с Центром спортивной подготовки, это наше подведомственное областное учреждение, Центр спортивной подготовки сборной команд области, контракт на 1 миллион 150 тысяч рублей в год. Да, вот это вот такая нормальная поддержка, которую ему в том числе и оказывают, например, из Министерства спорта Российской Федерации. Потом он еще получает бонусы от Олимпийского комитета России. Находится практически на полном государственном содержании. Почему? Потому что ему оплачиваются любые поездки, на соревнования, на тренировочные сборы и так далее и тому подобное. То есть не бедствует он. Только заключив с нами договор, через месяц вдруг он заключает такой же договор с местным хабаровским предпринимателем на сумму в 12 миллионов рублей в год. Но нам бы очень хотелось, чтобы ни одного спортсмена больше в Вологодской области, вернее, ни один спортсмен в Вологодской области не совершал больше таких же поступков, как Иван Александрович Скобрик. Ты сначала приди и расторгни договор, который есть. Никто тебе слова не скажет. Да ради бога. Значит, почему? Потому что, ну, во-первых, ты не волокжанин. Ну да, с 2002 года ты учитывался в штате акционерного общества «Северсталь», значит, занимался, как бы там и представлял и «Северсталь», и Череповец, и Вологодскую область на всех соревнованиях. Но сердцу ты ведь не прикажешь, да? Хочешь выступать за Хабаровск, пожалуйста, никто тебя не будет сдерживать в этом. Но ты договор-то, ты разорви, который есть. Значит, там в средствах массовой информации, значит, федеральных во всевозможных, значит, он объяснил, что никакого договора у него с Вологодской области нет, полгода ему там никто ничего не платит, там и прочее, прочее. Ну, чуть ли не голодает, да? Вот. Да не голодал он. Все у него нормально было. Вот. Значит, просто надо было поступить, ну, по-человечески, честно, и разорвать с нами договор, и, пожалуйста, ты езжайте в Хабаровск. Потому что мы, да, конечно, удивились. Вот просто удивились. Такого просто не встречали. Вот и вся история Поскобрева. А сейчас он наступает за Хабаровск, и честь ему и хвала, и надеюсь, что и на Олимпиаде, значит, он покажет достойный результат. В Вологодской области есть чем ответить. Сейчас в Череповце готовят своих чемпионов, новое поколение. И уж, коли мы заговорили про Олимпиаду, приятная новость, в этом году стало известно, что в следующем году Вологда присоединится к Олимпийскому движению. Эстафета Олимпийского огня Сочи пройдет, в том числе, и через наш город. Уже даже дата выбрана – 20 октября. Насколько я знаю, на днях в Вологде работали представители Оргкомитета Олимпиады. О чем говорили? Какие-то секреты уже можно раскрыть? Ровно 26 километров будут бежать факелоносцы по городу Вологди. По понятным причинам, маршрут согласован, все, до метра. Вот в последний раз представители Оргкомитета Сочи 2014 приезжали когда к нам, они вместе с представителями с нами, с ГИБДД, буквально пошагово измерили весь маршрут. Вот такая серьезная, такая очень серьезная работа была проведена. Уже ясно, что и городу, и области надо к этому очень серьезно готовиться. Вероприятие очень серьезное. Ну, понятно уже, что этот город, этот день пройдет в Вологде без машин. И я надеюсь, что администрация города проработает с местными автолюбителями. Но это воскресенье, это все облегчает. Вот, ну, такой вот праздник, очень хороший, очень хороший спортивный праздник. Я надеюсь, получится у нас из этой эстафеты. 130 факелоносцев, после Нового года половину из них определит сам регион, половину из них отберут некоторые спонсоры самой Олимпиады. Но это все будут жители Вологодской области. Так что, ну, буквально после Нового года нас ждет такое интересное событие по отбору факелоносцев. Это будет очень интересно, надеюсь. Вот, но... Я думаю, что и получится у нас и город немножко привести в порядок, да, на маршруте эстафеты. Ну, и давайте уж сразу открою все секреты. Это будет все в 2013 году, а сразу после Олимпиады, через некоторое время, по Вологодщине пройдет еще одна эстафета, уже паралимпийского дня. И состоится она, как вы думаете, Евгений, в каком городе? В Череповце? Конечно, в Череповце. Но это тоже пока секрет, хотя представители Орг-комитета Сочи-2014 уже ездили вместе с нами в Череповец, вместе с мэрией Череповца отработан маршрут уже факелоносцев и на эстафету паралимпийского дня. Осталось подобрать какое-нибудь соревнование еще и для великого устюга. Ну, я надеюсь, что и в ту эстафету, и в другую у нас по полной программе будет задействован Дед Мороз. Потому что никакой отечественной Олимпиады без Деда Мороза не бывает. И, наверное, завершающий вопрос. Каким этот год запомнился спортивный именно вам, если брать спорт не тот, чем вы занимаетесь на работе, а именно в личной жизни? Какое, может быть, спортивное событие вас тронуло в этом году? Ну, по роду своей деятельности я, конечно, был на многих мероприятиях. На всех никогда не побывать, потому что их выше трехсот, только областного уровня. Но, на мой взгляд, лучше, чем на экстрим-фестивале у Деда Мороза в Великому Стюген. Я еще нигде не был. Ну, это, поверьте, это очень красиво, когда стоишь на набережной реки Суханы, а наверху, да, на фоне белых церквей, вот этих куполов, стоит весь город, мальчишки, члены сборных команд из различных регионов Российской Федерации, летают с этих трамплинов, и такое ощущение, что они летают выше крестов на куполах церкви, это незабываемое зрелище. Я думаю, экстрим-фестиваль Геда Мороза. Я вам верю, потому что я сам стоял на этой набережной и все это видел своими глазами. Спасибо большое за интервью, новых достижений вам в спорте, работе и в жизни.